Они даже понимают друг друга с трудом. Перехват главного управления разведки говорит о том, что северокорейские войска не могут обучиться командам российских военных. Например, вот стрелять, вперед, атакуем. Они просто этого банально не понимают. Более того, имеем реакцию из Белого дома на появление северокорейских войск на территории Украины. И Ллойд Остин говорит, что у наших западных союзников есть четкое понимание, как сюрпризом и неожиданностью ответить путинским войскам. Вот об этом сюжет. А после с военным экспертом давайте детально обсудим, что из этого можно уже в ближайшее время увидеть на поле боя. Россия уже отправила на войну солдат КНДР. Их разместили в 50 километрах от границы с Украиной. Часть военнослужащих КНДР, которые были направлены для прохождения боевого слаживания и, соответственно, обучения на полигоны Дальнего Востока, я напомню, это 4 полигона, на данный момент уже непосредственно передислоцируются Курской области. Но говорить о том, что они принимают активное участие в боевых действиях, данной информации нет. Приблизительно 3000 военнослужащих КНДР тайно перевозили гражданскими грузовиками. Известно, что лишь несколько сотен из них – спецназовцы. Остальные – регулярные войска. Передислокация 3000 контингентов в Курской области абсолютно не меняет 40 боевых действий с их участием. То есть кардинального изменения ситуации в пользу Российской Федерации. Подобный контингент, даже если он будет насчитывать и все 12 тысяч военнослужащих, не внесет. В украинской разведке ставят под сомнение боеспособность северокорейских военных. Ведь они никогда раньше не выезжали со своей страны и не участвовали в реальных боевых действиях. И их опыт очень далек от реалий современной войны. Соответственно, к вопросу и боевого слаживания данных подразделений, и, соответственно, наличия горизонтальных связей с российскими подразделениями. И, главное, характер непосредственно участия северокорейских военнослужащих и их степень подготовки под большим вопросом. Поэтому говорить о боеспособности данных подразделений пока преждевременно. Российские военные должны обучить северокорейских примерно сотни основных команд. Но путинским войскам не удается наладить нормальную коммуникацию с прибывшими в Курскую область военными КНДР из-за банального незнания языка. Братан, мы тоже уже на переводчике, ебать. Идите вперед, всех убивайте. Я 300, уже там эвакуация. Уже переводим эту хуйню, ебать. Ну, короче, этот, один переводчик на 30 человек будет. Единственное, мне такое непонятно, блядь, 3 старших на 30 человек. Где их взять? Если они и будут выполнять задачи, то исключительно автономно. Если это части спецподразделения, то, соответственно, их задача – это прорыв обороны и удержание плацдарма. То есть, да, в качестве ударной силы. Причем тогда речь о взаимодействии даже может и не идти. Их просто бросят на прорыв на узком участке фронта для выполнения конкретного тактического уровня задач. В США пока что только выразили беспокойство по поводу северокорейских военных. Министр обороны Ллойд Остин уверен, что даже с их помощью России не удастся победить Украину. Тем временем Джо Байден заявил, что Украина должна ударить по войскам КНДР, но только если те зайдут на ее территорию. Но речь идет о их передислокации в Курскую область и непосредственно возможно участие в боевых действиях на территории Российской Федерации. Поэтому логика лидера Соединенных Штатов как минимум непонятна. То есть, если корейские, северокорейские войска не пересекают российско-украинской границы и принимают участие в боевых действиях на территории Курской области Российской Федерации, то тогда что? Тогда украинским военнослужащим нельзя их атаковать и они не являются законной военной целью? Больше деталей прямо сейчас в нашей студии. Военный эксперт Роман Свинтан появляется в эфире «Украина сегодня». Роман, здравствуйте. Приветствую, желаю всем здоровья. И вам того же. Роман, вот есть интересная информация от ГУР, да, перехватка, что даже команду «Огонь» с трудом понимают северокорейские военные. Как вы оцениваете уровень их вообще мотивации сейчас? Вопрос довольно интересный вообще. Если российские так называемые добровольцы идут за деньги, как правило, воевать в Украину, то за какие ценности идут северокорейцы? И насколько вот такая вещь, как языковой барьер, вам, как военному, кажется здесь серьезным препятствием для них? Или несерьезным? Они военнослужащие, они выполняют приказ. Тут мотивация нужна при поступлении на военную службу. А когда уже они на военной службе, они будут выполнять приказ. Или если они приказ выполнять не будут, то они попадут под определенный прессинг уже своей правоохранительной системы. Потому здесь тут отрицательная, можно так сказать, отрицательная мотивация. То есть в негативе. Но тем не менее она есть, и те военнослужащие, которые приняли присягу и должны выполнять приказы, они их будут выполнять. Вопрос, где их использовать, все будет зависеть от их количества, их профпригодности, их обучения и экипировки. Это очень важно. Оптимальный вариант любые части такого уровня, у которых есть определенный языковой барьер, сначала использовать в оборонительных все-таки моментах. То есть им можно нарезать какую-то ширину фронта для обороны и отдавать им в таком режиме автономном ее оборонять. Может быть давать возможность продвигаться на небольшой тактический уровень. То есть это максимум на нескольких километров, не более того. Снабжая либо автономное снабжение, это тоже возможно, либо снабжая военной амуницией в общем порядке, то есть как и свои части. Посмотрим, как это будет. На данный момент уже определены эти несколько сотен, там говорят, может быть, до полутора тысяч военнослужащих, которые как раз вот в таком режиме ППД, то есть постоянного местной дислокации, они сейчас развернуты на нескольких локациях. Это пока оборонительные задачи, не более того, может, какие-то подготовительные. То есть пока еще никаких штурмовых задач именно северокорейские войска не предпринимали. Ну вот, по словам Ллойда Остина, США известно о том, что Северная Корея отправила около 10 тысяч солдат. И, понятно, он выражает озабоченность тем, что Кремль планирует использовать этих северокорейских солдат для поддержки боевых действий. Но, по ему мнению, привлечение Северной Кореи подчеркивает, что у Путина сейчас большие проблемы и говорит, что очень серьезно к этому штаты относятся. Скажите, пожалуйста, вот все-таки что, как вы думаете, финальным является мотивом Путина подключения северокорейских войск? Ведь это такую шумиху, мягко говоря, поднимает сейчас в СМИ, и, по сути, ставит Запад перед серьезным выбором вообще, как на это реагировать. Реально у него что, проблема такая с рекрутингом, что 10 тысяч российских вот этих сумасшедших не могут по глубинке набрать? Или как? Вот я не понимаю. Расскажите. Ну, скорее всего, все-таки основная задача – это внутреннее потребление. Практически 95% действий и риторики, которые мы слышим от военно-политического руководства России, оно направлено на внутреннее потребление для российского народа. И то, что последние, ну, можно сказать, пару лет Россия находится в изоляции, для Путина это очень прискорбно, он прекрасно понимает, что это давит в том числе и на российское население. И ему надо хоть какой-то показатель того, что его кто-то поддерживает. Хотя бы не только его, но, естественно, и боевые действия, и россиян в том числе. Вот нашли они вот такого в лице Ким Чен Ына. Естественно, не за просто так, миллиарды долларов, определенные технологии, техника, то есть механизмы, это все взамен идет северокорейской помощи, живым, так сказать, живым личным составом. Пока еще живым. Ну, а для внутреннего, это же как раз такая шумиха. Путину-то, она самая интересная, как раз и нару. Шумиха, в конце концов, вложится на это страдальческое тело российского народа, или понимая, что за них кто-то еще будет воевать. Так как больше миллиона армий у Северной Кореи действительно есть, их просто использовать больше негде, они сейчас будут отправлять их, опять же, небольшое количество, это же не вся миллионная армия, только первые тысячи северокорейских террористов, где-то в районе Курщины сейчас болтаются. В районе 10 тысяч на нескольких полигонах размещены, пытаются, по крайней мере, освоить, начиная от российской пищи и заканчивая некоторыми российскими механизмами взаимодействия. Это все будет проводиться в течение нескольких месяцев. Они будут перетекать на Курщину, по крайней мере, пока на Курщину. Не исключая возможности, что они где-то еще появятся на театре военных действий уже внутри Украины. То количество, которое на данный момент обозначено, артикулировано, в принципе, всеми спикерами, которые в этой теме, в районе 10, может быть, чуть больше 10 тысяч, но мы их даже не заметим. 600 тысяч россиян сейчас выполняют боевую задачу. Ну, 10 тысяч – это 0,1%. Это немного для того, чтобы на это реагировать в смысле военном. А вот информационно однозначно. Дело в том, что это Путин нам такой подарок предоставил, я бы так сказал. Он дал возможность нам расширить, во-первых, наши потребности, которые мы запрашиваем наших партнеров, расширить и действия наших партнеров. И у них уже некоторые механизмы раскрыты, которые были раньше связаны. Мы уже на Дальнем Востоке нашли новых партнеров, которые также снимают в себя некоторые ограничения. Та же Южная Корея, та же Япония. Не исключаю подключение Тайваня. Это и Соединенные Штаты тоже на это смотрят с точки зрения выполнения боевых задач в более широком объеме. Потому каждый в этом смысле нашел свое. Путин поддержал российский народ. Ну а мы активизировали наших партнеров. Хорошо. Вот опять-таки про реакцию западных партнеров. Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Она находилась в полете рекордные 86 минут. Прежде чем упасть территориальные воды КНДР к востоку от полуострова, сообщили Южная Корея и Япония об этих испытаниях. Новый успешный пуск ракеты беспокоит США и Южную Корею, конечно, особенно в контексте усиления военно-сотрудничества КНДР и России. И пуск, который зафиксировал Объединенный комитет начальников штабов Кореи, имеется в виду Республики Корея, произошел примерно в 7-10 утра по местному времени. И что, как вы думаете, сейчас могут сделать западные партнеры в ответ на это? Ведь это продолжение ядерного блефа, а может и не блефа, который начала Россия, пытаясь периодически проверять свою ядерную доктрину, скажем так, на практическое применение. Вот сейчас КНДР к этому подключается. Ну вот, одна из этих ракет в какой-то момент такое ощущение, что может полететь в сторону Штатов, ну а им как-то надо на это реагировать. Что будет, как вы прогнозируете, Роман? Дело в том, что подача информации до такой степени некорректна, очень сложно это все про... Это действительно такая идет в информационном потоке, и очень сложно ее проанализировать. Ну вот давайте разложим просто саму подачу. Ракета баллистическая находилась 86 минут в воздухе. Это больше часа. Скорость баллистических ракет гиперзвуковая. До 10 тысяч километров в час. То есть она что, 10 тысяч километров прошла и упала где? Возле Северной Кореи? Ну вот где-то здесь что-то не связывается. Логичное замечание. Спасибо. Непонятно, да, непонятно, о чем вообще речь идет. Или она сходила в космос и вернулась обратно, то есть вверх-вниз. Так у нее не хватило бы топлива. Она тогда вышла в орбиту и ушла бы, то есть это уже была бы какая-то одна из космических скоростей, или на низкоорбитальную спутниковую орбиту легла бы. Ну, то есть некорректно. Роман, а давайте вот вы как специалист прокомментируете, потому что есть более детальное описание того, что происходило. Они запустили ее на высоту 7 тысяч, тут написано, километров. Ну, вот это вопрос, да, то есть она ушла уже, ну, атмосфера у нас 100 километров. Вот считается за атмосферные полеты, за атмосферные, это выше 100 километров. То есть выше 100 километров там практически атмосферы нет. Дальше это может быть миллиарды километров, да, то есть в зависимости от направления движения. Ну, для того, чтобы уйти от Земли, надо определенную космическую скорость развить. Вряд ли эта ракета это смогла. То есть такого уровня именно сама подача, она просто некорректна. Непонятна орбита ракеты, то есть не то что орбита, непонятна баллистика ракеты, с какой целью ее, допустим, отправляли. Попала в Японское море, ну, вопросов нет. Называется, поставили задачу баллистической ракете попасть в планету. Вот, кстати, все баллистические ракеты северокорейские, почти все, попадают в планету, и они выполняют вроде как боевую задачу. Вот эта ракета попала в Японское море. Опять же, большая часть северокорейских баллистических ракет выполняет задачу попадания в Японское море. Представляете, какая это площадь. То есть ни разу не было подтверждения того, что баллистическая корейская ракета поразила хоть какую-нибудь цель где-нибудь. Даже КН-23, которые россиянам поставлялись, они же даже в планету не попадали. Некоторые в воздухе развалились. То есть большие проблемы есть у северокорейцев вообще с баллистическими ракетами как таковыми. Потому больше это похоже на очередной, вот такой показатель очередного, типа путинского, кстати, тоже, вот как он с арматой все рекламировал. То есть очередная вундервафля, только уже от Северной Кореи. Почему они в принципе и обращаются к Путину, у Путина те же вундервафля до сих пор с армат стартануть не может. Семь стартов было, шесть взорвались ракеты на старт. То есть, а седьмая, которая ушла, ее найти никто не может, непонятно куда она долетела. То есть та же самая картина у северокорейцев с баллистическими ракетами. Поэтому не стоит бояться именно этих ракет на данный момент, пока Северная Корея не получит технологии точного выхода на цель. Вот это проблема большая. И эти технологии россияне могут им дать. Привязать к ГЛОНАССу, к своим спутникам, дать возможность некоторых узлов и агрегатов, либо скопипастить, либо самим поставлять, когда уже ракета будет более-менее точной. У россиян, кстати, часть ракет действительно высокоточная. То есть они иногда уходят на десятки метров. В боевое вероятное оттенение на дальности от нескольких тысяч километров, всего лишь десятки метров. Это хорошая более-менее точность. И если эта точность попадет в Северную Корею, то есть эти механизмы, то тогда будут большие проблемы и в Южной Корее, и в Японии, и в Соединенных Штатах. Так это точно. Вот то, чего нельзя допустить, вот этой связки между Россией и Северной Кореей, чем быстрее ее разбить, тем лучше. Почему мы и готовы, в принципе, участвовать и со всеми интересантами такой задачи, выполнять ее уже исходя из тех сил СС, которые имеют. Роман, я вспомнил про новость, о том, как систему Middlelands Соединенные Штаты Америки несколько раз переносили ее выпуск из-за различных проблем. И вот вроде с января по март 2025 космические силы готовность оценивают почти 100%, но и поставки первых 32 единиц. В чем тут интерес? Что это система РЭП, которая в космосе может глушить системы Китая и России. Вот такие системы, они могут помочь, кстати, в усложнении задач для баллистических ракет КНДР, если она действительно на 7 тысяч километров поднимается в космос? Есть две основных системы наведения, которые используются либо автономно, вместе есть несколько подсистем. Основная это, допустим, старые системы внутреннего контроля, так называемые. Идет ракета по гироскопам. То есть это автоноведение, без корректировки как таковой. Целые машины вычислительные, ну сейчас они, конечно, поменьше находятся. И эта автономная система выводит ракету в зависимости от тех данных, которые дают гироскопы. А вторая система, это связь со спутниками. То есть спутники висят в космосе на определенных орбитах, и эту орбиту можно вычислить, ее можно просчитать. Каждый спутник выдает сигнал точного времени. Есть такое понятие, сигнал точного времени. И в зависимости от высоты идет корректировка. И вот та ракета или та машина, любой GPS-приемник, допустим, он получает от трех спутников три разных сигнала точного времени, которые потом триангулируются. Естественно, расчетная машина вычисляет место, и в зависимости от положения спутника вычисляет место самого приемника. Ну, естественно, если это приемник на ракете, то определяется определенное движение рулями направления, которое выводит головку или саму ракету на цель. А вот потушить, допустим, эту связь возможно двумя механизмами. То есть либо воздействием на саму ракету, глушая ее систему позиционирования, то есть приемники сигнала, либо туша сами сигналы этих спутников, либо вводя, это тоже возможно, вводя определенные сигналы дополнительные, которые сбивают настройку вот этого сигнала в точного времени. Потому механизмы, это все это системы радиоэлектронной борьбы, которые могут расположены быть и в космосе в том числе, и улучшить сами спутники. Да, действительно, это довольно-таки серьезный удар по всем ракетам, которые позиционируются или уточняют свое положение с помощью угла НАСА, GPS-связи, то есть есть несколько систем позиционирования спутниковых. Это очень большая проблема. И почему я тоже неоднократно говорю, нам надо вырабатывать ракеты, допустим, оптимальный вариант производить ракеты, баллистические ракеты с внутренней системой управления по гироскопам, для того, чтобы на нее ни одна система РЭП не могла воздействовать. КВО будет большое, вопросов нет. Ну, то есть, опять же, в зависимости от заряда. Вот, допустим, мы 50 лет назад производили СС-18, Сатана, ракета Р-36М, потом ракета Р-36УТТХ, Р-36М2, это уже воевода. Но эти ракеты летели по внутренней коррекции, так называемой, то есть гироскопы. Так вот, на дальности в 11-15 тысяч километров КВО, круговое вероятное откровение, было всего лишь 400 метров. Вот представьте, 10-тонный заряд, боевая часть, под 10 тонн. Ну, падает она не ровно в цель, а рядом несколько сотен метров всего лишь. Так это на дальности в 15 тысяч километров. То есть, вот по этой пути надо нам идти, это для нас. Ну, а то, что американцы выводят эти, выводят РЭП, и уже у них есть готовность, допустим, даже может какого-то спуффинга, это тоже может быть, даже наземного в том числе. Это один из механизмов. Перейдут, вот в конце концов, отрубят эту высокоточную тему, ну, будет еще раз, просто пойдут по пути увеличения боевой части. За счет большого кругового, вероятно, отклонения пойдут на вот эти внутренние системы позиционирования, которые не будут, на которые РЭП не будут воздействовать. Но сейчас, на данный момент, это происходит. Роман, и завершающий к вам будет вопрос. Владимир Зеленский недавно отреагировал на непередачу Украине истребителей МиГ-29. Что говорит украинский президент? Мы очень хотели получить МиГИ от Польши, но они нам не могли передать, потому что у нас не хватало своих. Вот с этого все началось. Поэтому мы договорились с НАТО, что они выделят полицейскую миссию, как у наших балтийских друзей, которые не имеют своих самолетов. Мы об этом договорились. И что, после этого Польша дала ли нам самолеты? Нет. Опять нашлась какая-то другая причина. Вот расскажите, пожалуйста, вы все-таки как военный летчик, что сложного передать МиГИ со стороны Польши? Действительно ли у них страх есть какой-то остаться без своей обороны? Или могут быть какие-то другие причины? Вот что вам кажется, в чем проблема здесь? Ведь поляки действительно очень много помогают нам. Почему здесь такие сложности? Дело в том, что каждый самолет, ну не самолет, допустим, там пара, звено, эскадрилья самолетов, она же не просто так покупается. Это очень дорогое удовольствие. Очень дорогое удовольствие авиация. И она покупается и ставится на боевое дежурство для выполнения задач. Какого-то уровня в системе противовоздушной обороны. Какой-то сектор прикрывает, какое-то направление, какой-то азимут. Ну, то есть по высотам идет разграничение, допустим. Либо прикрывает самолеты в системы ПВО наземные, сам аэродром, это же тоже механизм. Сидят на боевом дежурстве. То есть это постоянные летчики, допустим, 24 часа дежурят для выполнения боевой задачи. И вот просто так выдернуть самолет и куда-то передать, возможно. Но надо решить вопрос тех задач, которые они выполняли. И не всегда, допустим, полицейская миссия какая-то, чья-то, может это решить. То есть оптимальный вариант для нас, допустим, подождать, пока поляки решат этот вопрос у себя и передадут на МИГ-29. Я так думаю, скорее всего, это сейчас на данный момент завязано на поставку самолетов Т-50. Они МИГ-29 должны были заменить не только штатовскими или там натовскими самолетами. Они закупили за 3 миллиарда, поляки закупили за 3 миллиарда долларов, закупили партию самолетов Т-50 и ФА-50, они еще называются, южнокорейские. Очень хорошие самолеты, примерно аналог Ф-16. 48 самолетов, 3 миллиарда долларов они заплатили. Вот первые 12 самолетов уже зашли. Первая эскадрилья поляки получили. Оставшиеся самолеты сейчас, они будут заходить в определенное время. И вот эти самолеты должны были выдавить в нашу сторону МИГ-29. Скорее всего, что-то где-то задержалось. Может быть по Южной Корее, может быть по проплатам, может быть по обучению летного состава. Это чуть другой самолет, то есть МИГ-29 все-таки старый советский самолет, пусть модернизованный. А Т-50 это новейший самолет, который произведен был в Южной Корее на базе Самсунга. Самсунговский тоже самолет был, вот они его усовершенствовали до уровня того же практически Ф-16. То есть скорее всего все-таки в этом проблема. Почему они там наши не знают? Ну все зависит от коммуникации с поляками. Или может быть поляки не хотят говорить реальную проблему, почему они на данный момент, они не хотят нам передавать, допустим, те же МИГ-29. Может у них какие-то направления вот как раз провисают. Из 48 проплаченных самолетов они только получили 12. А это значит, они же рассчитывали, есть определенные планы. То есть у них где-то какой-то сектор сейчас провис, провис по ПВО довольно-таки серьезно. Да, очень хочется, чтобы какой-то сбой в цепочке поставок вообще не связанных с Украиной вопросов не нарушался. И мы из-за этого не лишались наших самолетов. Спасибо большое, Роман, за участие в эфире. Роман Светан, военный эксперт, был в эфире Украины сегодня. Ваши лайки, друзья, этому выпуску. И, пожалуйста, в комментариях пишите, какие ответы Романа у вас вызывают. Дискуссию делить своими мнениями. Спасибо вам большое. Хорошего вечера. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok